Приветствую вас. Вначале хочется, наверное, рассказать о том, что, ну, вот, вы пишете, что вам понравился мужчина, первый после развода, понравился, в каком смысле. Вот вы уже пишете, да, что у него нет образования, и что вы сомневаетесь вообще, сможет ли он дать вам то, что нужно и вашему ребенку, и сможет ли следить за своими тратами и так далее. То есть у вас вопрос такой, хотя вы человека, как я понял, знаете только по общению в интернете, и у вас нет четкого показа, что представление о том, вообще говоря, может ли у вас с ним что-то быть. Какой он? Нравится ли вам он? Не нравится ли вам он как человек? Да, как внешне, как парень, он безусловно, ну, безусловно он привлекает вас. Хорошо, это понятно. А дальше-то что? Можете ли вы с ним, если у вас с ним что-то общее, устраивает ли он вас или нет? Этот вопрос не очень понятно. Далее вы спрашиваете, может ли вообще человек таким образом в жизни, с андрейским делом, следить за своими тратами. Понимаете, мужчина это такое существо, следить, которым можно и нужно только по его поступкам. То есть не по словам, потому что слова, они, как, наверное, вам сказали коллеги мои, слова, это, знаете, просто слова. А вот что человек будет делать, вот этим, что человек будет делать, и определяется, то сможет ли он создать семью нормальную, адекватную, хорошую или нет. Ну вот вы, подождите пока, вы посмотрите на его деятельность, вы посмотрите на его поступки, вы посмотрите, как он будет себя вести, вы посмотрите, что он будет делать. Вы посмотрите на то, чего он будет добиваться, как он будет строить свою деятельность поведенческую. И исходя из этого, вы уже будете делать выводы. Исходя из этого, вы уже будете понимать, можно ли на что-то рассчитывать с ним или нет. Потому что пока из вашего текста следует достаточно однозначная вещь. Эта однозначная вещь заключается в том, что мужчина много обещает. Обещает он очень много. А вот готов ли он делать? Готов ли он действовать? Готов ли он реально что-то делать? Это не очень понятно. И чтобы это понять, ему нужно время. И вам нужно время. Ему нужно время, чтобы получить возможность реализовать все то, что он хочет. А вам нужно время для того, чтобы понять, насколько то, чего он хочет, им реализуется реальность. Так? То есть не чисто вот так вот. На словах обещано. А реальность. Насколько. И если вы увидите, что мужчина действительно что-то делает, то есть действительно начинает учиться или начинает какие-то действия совершать для получения того же диплома, это значит, его слова идут в одну, в один уровень с поступками, и это значит, что ему можно видеть. Но человек может поменять свое мировоззрение. человек может поменять свою точку зрения. Человек все это сделать в принципе может. Потому что, ну, все меняется, и человек меняется в том числе. И это совершенно нормально, что у него меняется приоритет. раньше он был по-молоде, сейчас он уже более, более как бы взрослый, и естественно он хочет чего-то другого. Это нормально. Но вопрос в том, насколько его желания истинны, насколько его желания верны, насколько его желания соответствуют тому, что он действительно будет делать. Вот это вообще, как говоря, не очень понятно. Потому что если он будет кормить вас по сути дела столько обещаний, ну, я надеюсь, понимаете, что обещаниями сыт не будешь. Здесь вы совершенно правы, когда говорите о том, что вас раздирают сомнения. Здесь вы правы. Ну, так не стоит себя сразу как бы накручивать. Вы дайте ему время, позвольте ему показать, что вообще от него можно ожидать. И вот тогда уже вы сможете получить представление о том, смотрит он или нет. А вам бы еще желательно с ним встретиться хотя бы в пару раз в реальной жизни и пообщаться, поговорить, посмотреть, как у вас налажен или не налажен диалог. потому 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 что, ну, понимаете, вот вам коллега сказали, что у вас очень разный интеллект. И в принципе, я с коллегой это здесь согласен, что действительно у вас могут быть проблемы с тем, чтобы быть интересным друг другу. то есть в том, что вы ему интересны, сомнений нет. А вот интересен ли он вам, сомнения есть и большие. И чтобы, понимаете как, мужчине не нужно быть умным, обязательно умным для того, чтобы быть с образованной женщиной. Как у вас, да, вы пишите, что у вас два образования, два высших. Мужчине не обязательно быть умным, чтобы быть женщиной умнее его. Но, во-первых, ему нужно ее принимать такой. Пускай их обязательно нужно, чтобы какие-то черты характера мужчины, ну, как бы это сказать получше. Восполняли бы отсутствие у него интеллекта. понимаете? То есть, я надеюсь, вот эту мысль я дала донести смог. Не обязательно, чтобы совпадали интеллектуальные показатели, потому что, в конце концов, именно по интеллектуальным показателям, да, у кого-то он выше, у кого-то он ниже, это зависит от разных вещей, и, как бы, вот, например, мужчина занимался спортом, был футболистом, то есть, это по своей сути не так уж плохо. Наоборот, это хорошо, здорово, что он был футболистом. Я думаю, что, как бы, тот факт, что он был футболистом, никак не позволял ему сколько-нибудь получить образование. Ну и что? Ни единым образованием люди, как бы, ну, сыты. Другое дело, что, опять же, если у мужчины черты характера, если у мужчины такие качества, которые могли бы позволить ему купировать отсутствие у себя на достаточном уровне интеллекта. И если нет, то, как правильно вам сказал мой коллега, будет вам с ним тяжело, даже в том случае, если он окажется прав, если он будет делать все то, что вы вот говорите, то есть все то, что вам, например, нужно. Потому что мы предположим, что, предположим, просто предположим, что он действительно настроен серьезно. Хорошо. Настроен серьезно. А что еще? Что он вам может дать, даже если он настроен серьезно? Не будет ли вам с ним скучно? Если вам с ним не будет скучно, если вам с ним не будет, если вы не будете чувствовать себя с ним плохо, например, то это хорошо. Это значит, что вы нашли свое счастье, но нужно проверить. Нужно вот этот момент проверить обязательно. И пока не проверили, пока не убедились, что общаться вам с ним здорово, приятно, интересно и так далее, лучше все-таки никаких особых планов на его счет не строить. Потому что, ну, допустим, планы будут у вас, да, а, грубо говоря, ну, окажется, что все совсем не так, как вы думали, и в итоге будет разочаровано. Это просто, ну, как бы, ваши нервные переживания будут как грубо с хвостом. Чтобы этого не было, давайте все-таки не будем спешить, а спокойно, разумно посмотрим, попробуйте с ним встретиться, попробуйте посмотреть, что и как, и тогда уже будете принимать решение относительно того, что вам делать и как вам себя вести. Я думаю, что так можно ответить на ваши вопросы, надеюсь, что помог вам, если дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего доброго и удачи. 5. Расслужение Продолжение следует...